Книга «Открытым оком» том 8, тема канонизации, вопрос 2102. Судя по церковным календарям, получается, что во святые легче попасть в монашески, а в действительности кого больше на небе – простых верующих или тех, кто отрекся от мира, и всю жизнь подвязался в посте и молитве, в подвигах иночестях? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Праведники 25, преподобные 628, преподобные мученики 83, равноапостольные 16, пророки 27, святые 20, святители 188, священно-мученики 136, мученики 1246, отреки 1, правоверные 2. Монашество – это приобретение было навязано церкви только в 4 веке. Монашество – это изобретение было навязано церкви только в 4 веке. Гонения прекратились, мученики почти все исчезли, пошли почти одни монахи, они сами себя и канонизировали, попали не из монахов, а святые. Редкие единицы – это или князья благоверные, или юродивые из постолюдинов. 1 Коринфянам 4.5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». На суде Божьем может оказаться, что все будет уже совсем по-другому, и те, кого канонизировали, окажутся слева, а кого анафематствовали, будут справа. «Говорю не о ретиках, а о членах церкви Христовой, только премудрость Соломона 5.1.7». «Тогда праведник с великим дерзновением станет при лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его, они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его, и раскаиваясь и воздыхая, от стеснения духа будут говорить сами в себе, это тот самый, который был у нас некогда по смеянии, притчу, по руганию. «Безумные мы почитали жизнь его сумасшествием и кольчин его благочестным, как же он причислился к сынам Божьим и жребия его со святыми, и так мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас, мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали». Кавычки закрыты. Молитва к Богу часто без ответа, ни пост, ни милостыня нам не помогают, и песня не поется, всего лишь полкуплета, смоковница бесплодная ногая, а без ответа Божьего опасно начать, продолжить, благополучно кончить, молясь о деле нужном ежечасно. Поутру рано, в полдень ближе к ночи, но тишина ни звука ни наити, на неуверенности не проложить пути, хотя бы намек, хотя бы тонкой нитью, ответил Бог. «Куда сейчас идти?» И вдруг под нами залеглась лица, заговорила с жалостью, с укором, стесненный в пути, надо потесниться, не сдвинешь же мешающие горы. Откроешь Библию, как всегда читаешь, и не загадывая вовсе ни о чем, известный сто раз ответ вдруг источает. Убедишь ангела, не слили, с мечом, и рядом с ней глава ответом светит, о чем ты безответно так просил. Бог сам заговорил, дает ответ им, и на иссохшее вдруг дождик моросит, внезапно загорается лопадом от друга близкого сакральные слова. И сдвинулось неведение громада, плоды свисают ни одна ботва. Не пропусти, такой ответ нередко мы склонны обойти, не замечать. Ну что, мол, за совет, хотя и медкий я ждал авторитетней, чем печать, но с тихим веянием ветром Бог явился, услышал и ответил, как хотел. И от иконой снова книга читил, благословение дать для новых дел. 19 сентября 2003 года Игнатий Тихонович Лапкин